Привет, дорогие друзья! Сегодня я делаю очень интересную вещь. Это штрудель пицца. И да, я не ошиблась, это штрудель с начинкой пицца. Очень вкусно, очень интересно. Я уверена, что вашим мужчинам точно такое понравится. Не будем просто зацикливаться на том, что штрудель должен быть сладким. В штрудель можно запихнуть все, что угодно и что у вас есть, в принципе, в холодильнике. Для начала я сделаю тесто. Как делать тесто я вам уже рассказывала неоднократно. И ссылочку на это тесто я тоже оставлю в описании. Вдруг кто еще не видел, обязательно посмотрите. Это очень простое вытяжное тесто. Повторюсь, для тех, кто не смотрел, тесто я вытягиваю на руках частично. У меня не хватает нервов для того, чтобы полностью вытягивать до прозрачности это тесто. Оно обязательно у меня где-нибудь допорвется. А я таких вещей не люблю, поэтому мне проще потом вот так вот докатать тесто руками. И оно прозрачненькое, тонюсенькое. Не забывайте, что нам нужно было заранее подготовить начинку. Сюда можно добавить все, что вы хотите. От копченостей до солений. Все, что вам хочется и с чем вам, допустим, нравится пицца. Все то же самое сюда можно положить. Помидор я буду делать без шкурки, поэтому я его разрезала на 4 части шкурочку и залила кипятком на пару минут. Затем сняла шкурку. Также нам понадобится кукуруза. Любой тертый твердый сыр. Это может быть русский, голландский, тот, который хорошо плавится. Можно использовать какой-то солененький. Также я отварила куриную четверть и с нее сняла мяско. Почему четверть? Потому что она немножко посочнее, чем филия. И буду использовать еще маринованные огурчики. Вот так я их тоненько слайсиками порезала. Почему огурчики? Вот честно, еще после Макдональдса очень люблю во всяких пиццах, бутербродах, чтобы были маринованные огурчики. Кто не любит, не ложите. Но это не обязательно. Просто мне так нравится. Можно положить также квашеные сюда, а не какие-то маринованные. Но когда вот они пряные, они такой интересный привкус придают. Выкладываю сюда порванное мяско. Хорошей такой горкой, не стесняюсь. Мяса много не бывает. Здесь у меня, наверное, мяса могло и на три штруделя хватить. Но так вышло очень-очень насыщенно и вкусно. Теперь можно здесь полить любым соусом. У меня здесь был просто майонез. Также можно сюда полить любым кетчупом. Можно аджикой полить сверху. Вот чем-то таким очень вкусным, томатным. Просто идеально еще будет сюда наверх под майонезик. И сверху еще помидорчики. У меня просто помидорки уже все-таки зима. И они много сока не пустили. И можно было бы действительно сюда добавить еще какой-то томатный соус. Не хватало просто помидоров. Вкуса помидоров чуть-чуть не хватало. Зимние помидоры. И теперь на помидорки, стараясь аккуратненько, чтобы не рассыпалось, свою кукурузку выкладываю. Сверху будет у меня сырок. И он потечет и приклеится кукурузкой. Она не будет рассыпаться у нас, когда мы будем кусать наш кусочек. И вот наш сырочек. Кладем столько, сколько нам хочется. Можно использовать два вида сыра. Взять какой-то, допустим, еще сюда сулугуни. Можно какую-то брынзу взять. Будет, я думаю, очень вкусно. Еще такую пикантность придаст. И солененькая будет. Теперь будем заворачивать. Возьму боковушку. Вот так вот приставлю ее. И очень быстро сделаю первый оборот, для того, чтобы не успела сместиться моя начинка. Буквально хоп. И теперь немножечко придавлю, прижму, чтобы моя начинка была там в кучке. И вышел лишний воздух. В общем, уплотняю чуть-чуть. И вы видите, как легко от силиконного коврика отходит тесто. Оно у меня было припылено мукой. Вон внизу немножечко муки осталось. Ее струшиваю там, где получается. Немножечко защипну края, для того, чтобы никуда не убегала моя начинка. Все, весь сок остался внутри моего штруделя. И вот такой вот красивейный рулет в итоге у меня получается. Пицца рулет. Пицца штрудель, я бы даже сказала. Теперь нужно переложить этот рулетик уже на пергамент. У меня это тефлоновый коврик. И я заодно сразу сделаю еще одну такую пиццу. И тогда уже буду смазывать. Эти рулетики, в отличие от сладкого штруделя, я буду смазывать яичным желтком, а не маслом. Почему? Потому что он так будет мягче. А еще забыла сказать. Обязательно вот такие вот рулеты продырявьте иголочкой, для того, чтобы выходил пар. Потому что начинка там у нас сочная, помидорки и прочее, оно будет порвать и могут полопаться штрудели. Для того, чтобы этого не произошло, продырявьте несколько дырочек, сделайте иголочкой. И вот я смазываю уже яичным желтком. Одного желтка мне хватило прекрасно на этих два рулета. Чтобы они у меня стали такие красивые и золотистые. Отправляю в духовку при температуре 180 градусов, где-то на полчаса, минут даже 35 у меня, наверное, прошло. Но смотрите по вашей духовке. У каждого печет по-разному. У меня газовая печет по-разному. Смотрите просто, чтобы красивые стали сверху. И после того, как мы их достали, накрываем полотенечком и даем немножечко постоять, чтобы они отошли. И можем уже их нарезать. Посмотрите, какая красота получилась. Очень вкусная, ничего из них не вываливается. Они такие вот, вы видите, сверху такие еще несколько слоев получается из теста. Как будто из слоеного теста у нас получилось. В общем, дерзайте, я думаю, вам понравится. Делайте вот такие вот мини-пиццы себе, своим родным и близким. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.